Приветствую вас, давайте разберём наш вопрос, как избавиться от привязанности к человеку, с которым общались только в интернете. Ну, понятное дело, что здесь не хватает информации, в первую очередь, что это было за общение, по поводу чего, какой человек вы, какой человек был ваш собеседник, что вас объединяло, что вас связывало, ну, вместе. Вот. Это всё очень важно, это всё даёт контекст необходимый для того, чтобы вот вам, ну, как-то было, вот, ну, чтобы было понятно. Ну, про что идёт речь. Вот. Как правило, привязанность связана с, значит, с потребностью, да? Ну, то есть, у вас есть определённая потребность, вот, которая выражается, собственно, с привязанностью, вот. Её нужно увидеть, принять и по-другому реализовывать. То есть, здесь, дело не в том, чтобы избавляться от потребности вашей, а дело в том, чтобы лучше понимать, чего вы хотите. Вот. И тогда вы могли бы как-то выбирать, как реализовывать свои желания, потому что потребность – это нормально. Привязанность возникает тогда, когда потребность ограничена одним конкретным человеком, вот. Или решением вашей какой-то, ну, проблемы, да? То есть, какого-то внутреннего конфликта либо противоречия, вот. Соответственно, его разрешить, потребность вычленить и научиться удовлетворять иначе, и, может быть, скорректировать свои какие-то элементы мировоззрения. И я думаю, что не то, чтобы вы избавитесь от потребностей, просто она станет для вас менее актуальной. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Я хотел ещё добавить, что вы в интернете общаетесь, скорее всего, не случайно. Как правило, это связано со страхом эмоциональной близости, со страхом сближения, то есть, проблемой личных границ. Это тоже, вероятно, требуется подкорректировать. Желаю вам всего самого доброго. Удачи! Продолжение следует...